Создадим дизайн в стиле пейзаж, вот в таком вот зимнем морозном варианте. Материалами, которыми я пользуюсь, все будут в конце, не забудьте сделать скриншот. Посередине желтеньким делаем градиент и встык к нему небольшой еще отголосок розового тоже растаптываем в градиент. Оставшееся пространство примерно делим пополам и намечаем синим отголоски от того, где у нас будет располагаться вода. И растаптываем их тоже в градиент, но уже сверху вниз. Коричневым мы намечаем домик. Не забудьте, что он у нас располагается немножко в перспективе, поэтому он не прямой квадратик, а немного скошенный. И также коричневым намечаем там, где у нас будет заборчик и мостик через речку. Далее желтеньким нам нужно будет наметить светящийся окошечко и также свет, который падает из него на снег. После просушки мы берем темно-синий оттенок, тот, которым рисовали воду, и намечаем вот такую вот протоптанную дорожку по мостику. А также делаем оттенение для крыши, для окошечка и для бревнышек, из которого у нас сделан домик. В работе сейчас я использую кисточку КМ3, это красный соболь, а тоненькие линии я рисую линеаркой 5.0, чтобы они были максимально-максимально аккуратными. Про кисточку КМ3 могу разговаривать бесконечные отделки. Все потому, что у нее ворс заканчивается на тоненький-тоненький волосочек, поэтому ее смело можно назвать универсальной. Можно рисовать и подмалевки, и тонкие линии. После того, как мы нарисовали лес, неожиданный поворот сюжета. Мы берем и немножко растаптываем его. Сделала я эту кистью омбре, для того, чтобы у меня задний план ушел немножечко назад. Теперь я беру опять же гелевую краску и дублирую некоторые веточки, чтобы у меня появилось более четкое изображение деревьев. Теперь самый мой любимый этап, это рисование текстурной пастой. Она классно растушевывается и дает очень плавные переходы, а также дает небольшой барельеф, который с легкостью перекрывается топом. Но при этом образуется очень классная глубина, очень легко подтереть в случае ошибки. А ощущения просто непередаваемые, как будто ты настоящий художник и рисуешь масляными красками. Сейчас я ей рисую тоже кисточкой КМ3. Ей же создаю крону, присыпанную снегом на деревьях. И все это перекрываю вельвет топом. После просушки продолжаю работать ей же, только уже на поверхности. Это очень круто получается. Снег ей имитировать одно удовольствие, потому что получаются барельефные сугробчики. И вы можете их растоптать в невесомую дымку, тем самым добавив такую живописность, как будто вы реально это рисовали красками на ногте. Высыхает это все без остаточной липкости, становится матовым. Смотрите, как можно делать крону деревьев, чтобы она была четкая по краю и растушеванная вглубь по направлению к стволу. Получается очень похоже на настоящий зимний лес. Теперь положим наш снежок на заборчик. Он у нас застрял на маленьких колышках. А также, судя по всему, хозяин дома поршился вдоль дорожки, почистил ее и раскидал снежок вдоль нашего мостика, ближе к колышкам, чтобы протоптать себе тропинку и куда-то, видимо, сходить по своим делам. Теперь мы берем белую гелевую краску без остаточной липкости. Это импаста белый рафинад. И рисуем тоненькой линеарной кисточкой 5 дробь 0, уже более вкратчиво. Снежок на окошечке, свисающие сосульки с крыши по краям. Тоже они будут нас засыхать барельефом. Теперь мы припорошим заборчик снежочком и нарисуем блики на воде. Все просушиваем, подбираем компаньоны и готово. Или однотонное покрытие из цветов, которые использованы в дизайне. А здесь делайте скриншот.